ПОДПИСЫВАНИЕ ПОДПИСЫВАНИЕ Несмотря на политическую напряженность и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС последовательно реализует интеграционную повестку, углубляя сотрудничество между нашими странами. В условиях новых и непрерывных глобальных вызовов в текущем году мы с уверенностью можем констатировать наличие позитивных итогов и тенденций во взаимной торговле. В процессе становления ЕАЭС мы добились серьезных успехов. Создан емкий общий рынок, заметно повысились показатели взаимной торговли. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь-август текущего года достиг 2,8 миллиардов долларов США и увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 74%. При этом экспорт из Армении увеличился в 2 раза, а импорт на 58%. Вместе с тем, при всех возможностях, предоставляемых общим рынком ЕАЭС, мы сохраняем также особенности и требования национальных законодательств и при необходимости в ответ на новые вызовы применяем защитные меры для своих внутренних рынков. Одновременно на пути обеспечения ключевой идеи и принципа интеграции, полноценной реализации четырех свобод на пространстве ЕАЭС, мы последовательно и целенаправленно продвигаемся по направлению устранения барьеров. В современных реалиях вопрос устранения препятствий – это фактически вопрос устойчивости внутреннего рынка, который не теряет своей актуальности. Это непрерывный процесс, эффективность и оперативность которого во многом зависит от слаженной работы государств, членов и органов Союза, а также готовности находить компромиссные решения. Думаю, не буду личным еще раз обозначить, что промышленный сектор является одним из главных экономической систем Союза. В условиях современных экономических вызовов промышленная кооперация и развитие совместных производств, в том числе в высокотехнологической сфере, позволят нашим странам быть еще более конкурентными. Выработка согласованной политики и механизмов финансирования совместных кооперационных проектов, направленных на импортозамещение, станет одним из главных условий создания полноценного единого рынка собственных товаров. Уверен, что задействование потенциала финансовых институтов и совместные усилия в скором времени позволят на практике перейти к производству востребованной в Союзе продукции. Коллеги, еще одним важным и актуальным направлением считаю сферу электронной торговли, доля которой непрерывно растет, так как в современном мире развитие цифровых платформ – это неизбежный и постоянный процесс. Соответственно, эффективное фискальное регулирование в сфере электронной торговли становится для нас все более актуальным. В данном контексте считаю необходимым скорейшее принятие норм с последующим обсуждением несогласованных вопросов с целью построения надежной системы регулирования, основанной на принципах налогообложения в стране назначения. В рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС мы выступаем за современные решения в вопросах развития информационных систем и готовы максимально активно участвовать в этих процессах. Уверен, что формирование последовательных шагов в IT-сфере, предусмотренных целевой программой развития интегрированной информационной системы ЕАЭС до 2027 года, послужит стратегической основой для выхода на цифровые решения, востребованность в которых крайне высока. Что касается формирования общих отраслевых рынков ЕАЭС в энергетической сфере, то это становится не просто задачей по выполнению положения договора ОЕАЭС, а необходимым условием для реализации потенциала экономической интеграции и ресурсной платформы для полноценного развития промышленного сектора. В этом контексте мы готовы к конструктивному диалогу на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов Союза по урегулированию отдельных положений проекта международного договора о формировании общего рынка газа, имплементация которого позволит государствам-членам пользоваться преимуществами общего рынка газа в полном объеме. В противном случае государства-члены ЕАЭС до окончания действия двусторонних договоров не смогут использовать потенциал общего рынка газа. Конечно же, это очень чувствительная тема, и нам всем нужно понимание в вопросе ценового горизонта, как минимум на среднесрочную перспективу. Уважаемые участники заседания, сегодня вопросы снижения парниковых газов или углеродной нейтральности прочно вошли не только в экологическую, но и в экономическую торговую повестку, диктуя необходимость переосмысления всей модели экономического развития и ускорения действий по переходу к более устойчивой и низкоуглеродной экономике. С точки зрения перехода взаимодействия из декларативного русла в более практическое, хочу с удовлетворением отметить согласование первого пакета дорожной карты по сотрудничеству государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки. В качестве вклада в глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата мы добровольно осуществляем ряд мероприятий по сокращению выбросов в соответствии с положением Парижского соглашения. Уважаемые коллеги, в завершение хочу подтвердить готовность армянской стороны к активному взаимодействию со всеми государствами и членами Союза в интересах продвижения евразийской интеграции. Уверен, что принятые сегодня решения будут способствовать как дальнейшему развитию евразийской интеграции и повышению благосостояния наших граждан, так и реализации достигнутых договоренностей. Учитывая, что в текущем году сегодняшнее заседание Межправительственного совета является завершающим, выражаю признательность за системную и последовательную работу и продуктивное сотрудничество в 2022 году. Благодарю за внимание и передаю слово председателю Евразийского межправительственного совета Аклбеку Сембековичу Жапарову для ведения заседания в расширенном составе. Пожалуйста, Аклбеку Сембековичу. Спасибо большое. Спасибо. Аклбеку Сембеков Аклбеку Сембековичу Жапановичу 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 Жапанов